Слышишь, Овшаня? Слышишь какие-то звуки? Это призраки, скорее всего. Вот так вот ты можешь встретить перед собой пещеру, а там вот такие вот звуки. Ты думаешь, рисуешь себе сразу что-то. Вдруг привидение. Нет, а там просто... Там просто Лариса Познякова влезает тебе, улыбается и сияет своим видом. Доброе утро! Доброе утро! Сегодня мы говорим про необычные экскурсии, и это, пожалуй, для меня самое необычное место, куда можно отправиться, потому что я так только заглядывала. Поговорим про эти самые пещеры. У нас в гостях спелеолог-фотограф, член Екатеринбургского клуба спелеологов Лариса Познякова. Ларис, вы помните свою первую пещеру? Наверняка она была в детстве. Да, на самом деле она действительно была в детстве. Мы с родителями ездили в парк Лени и Ручьи и абсолютно самостоятельно посещали пещеру Дружба и Ракарфика. Тогда это произвело на меня, конечно, большое впечатление, но спелеология не в тот момент времени стала моим увлечением, но запала на всю жизнь. А в какой же момент это стало уже делом в вашей жизни? И как случилась эта любовь? Наш клуб ежегодно набирает спелеошколу. И я попала в эту спелеошколу в институте на первом курсе. В общем-то, с тех пор, уже больше 20 лет, я активно занимаюсь спелеологией, хожу в пещеры и теперь уже даже фотографируем их. Такой чуть-чуть просветительский вопрос. Зачем нужны спелеологи? Что они открывают? Мы ищем пещеры, делаем топосъемку пещеры, картируем, составляем списки пещер и помогаем научным сотрудникам, археологам, геологам, палеонтологам. Историкам, наверное, еще. Ну и историкам тоже, да. Собираем различные данные. Вот мы уже затронули пещеры в Оленьих ручьях немножечко. А какие еще пещеры на Урале? Их же много. Какие, на ваш взгляд, стоит посетить каждому? Топ-3 давайте. Ну, на мой взгляд, первая пещера, которую точно стоит посетить, это пещера Капова, Шульганташ, с настенными рисунками древних людей. Это в Башкирии у нас находится, не так уж и далеко от Екатеринбурга. Ну, мы сейчас говорим про обычные пещеры, про экскурсионные пещеры. Да, где можно без подготовки специально. Также я бы порекомендовала очень красивую большую пещеру в Абхазии, Новоафонская. Прям вот must have. Это то, что прям обязательно нужно посетить. Вот. И, наверное, в Крыму эта пещера красная. Туда водят экскурсии, там прям плавают в гидрокостюмах, для того, чтобы... Ну, не забудете никогда. Говорят, что нельзя спелеологам вносить артефакты из пещер. Правда ли это или нет? Всё зависит от того, конечно, что вы хотите вынести. Если вы хотите столомать сталактит, сталагмит и вынести его с собой, то, наверное, это не стоит делать. Вернее, это точно не стоит делать, потому что он больше никогда не вырастет. Они растут тысячелетиями. И следующие уже люди, которые придут, они уже не увидят этой красоты. Если каждый сталактитик сломает, то, в общем-то, именно таким образом пещеры и страдают от обычных посетителей, не спелеологов. То, что люди не понимают до конца, что именно можно делать, а что нельзя. Наверняка вы относитесь к пещере как к нечто живому, да? У чего есть душа, либо что-то внутри такое. Или нет. Ну, не по вашей руке. Делаете ли вы какие-то обряды перед тем, как зайти, познакомиться, удобрить, задобрить... Задобрить. Духов, да, пещеры. Да, духов пещеры. Ну, на самом деле, мы действительно очень специфично относимся к пещерам, приезжая в определенный район. Вот наш клуб работает, например, в Средней Азии. И да, наверное, каждый из нас каким-то образом духовно общается с этим местом, прося открыть новые части пещер. Да, то есть это мы... Немного о какой-то там мистике или сверхъестественных каких-то явлениях, но все равно мы относимся как к живому организму, к пещерам, к районам. Ну, ладно, вы так про мистику говорите, что как будто совсем... Неужели не случалось никогда таких случаев, что какие-то звуки непонятные, что-то необъяснимое никогда не происходило в пещере? Ну, на самом деле, объяснимо все. Просто надо... Да, просто надо это уметь. А потом вообще в погаз, да? Объяснить, да, да. Ну, у вас просто села батарейка. Ну, ладно. А если она заряжена была с утра? Так, бывает. Ну, значит, контакт где-то отошел. Возможно, кого-то в пещеру можно заманить именно мистикой, да? Наверное, экскурсии проводятся такие. Что вы находили самого интересного в пещере? Ну, кости. Кости древних животных. Палеонтологи ездят с нами, работают в наших пещерах на Северном Урале, на севере Свердловской области. У нас есть свой район нашего клуба, где мы работаем. И вот недавно на Чусовой, например, была открыта пещера, где огромное количество костей, сохранившихся с древних времен. И открываем, создаем, то есть работаем с институтами экологии нашими, петербургскими. И это очень интересно. Это дает возможность им делать открытие, что-то новое. А для нас это прям приятно. Ну и самое важное, что все это доступно. Насколько мы знаем, скоро открывается бесплатная школа для тех, кто хочет обучиться этому спелеологии, для тех, кто захочет сегодня, услышав эти рассказы, пойти и тоже попробовать. Для кого она подойдет и что на ней будет рассказывать? Да, мы действительно ежегодно проводим спелео-школу, она абсолютно бесплатная. Это школа для взрослых людей, то есть мы не работаем с детьми уже, да, это где-то после 18 лет. Любой возраст, мы в течение полугода будем учить хождение по веревке, работать с веревкой, подниматься по вертикали, спускаться по вертикали, объяснять технику безопасности хождения по пещерам, чтобы люди понимали, что можно делать и что нельзя. И каждые субботы, то есть будут тренировки в зале, и мы будем водить еженедельно, каждую неделю в пещеры, показывать различные пещеры, интересные, учить делать это по съемку. Это очень интересно, приходите. Так, про безопасность. Про безопасность давайте поговорим. Отдельно. Да, отдельно. Есть у нас предметы, которые связаны непосредственно на вас сейчас, тот же костюм, который максимально, я понимаю, удобен. Чем он отличается от простого? Да, минимальное снаряжение, которое понадобится для людей, которые к нам придут в школу, это каска. Так, вот каска с фонариком. Давайте примерим. Батарейки, чтобы были, да? Да, обязательно, чтобы были заряженные батарейки, аккумуляторы. Ну, конечно же, давайте, я помогу. А, есть. Да, нажать и подержать. Ну, давай, надевай. Вот такие комбинезоны, или просто какая-то на первые разы одежда, которую не страшно испачкать. Да, потому что мы будем увеличивать пещеры по мере их сложности. Первые посещения будут в легкие пещеры, буквально на час-два, для того, чтобы люди посмотрели. Он еще и увеличивает цвет. Класс. Да, вот. И этот костюм, он защищает от грязи и от влажности. Я не могу сказать, что он непромокаемый, но есть и специальные костюмы, комбинезоны, которые вообще не впитывают влагу, они из пластика сделаны. Ну, судя по этим вставочкам, вам частенько приходится на горячках. Да, да, все верно. Что у нас в ЧП? У нас... Что это есть? Это транспортный мешок. На самом деле, сейчас в нем ничего нет, но в нем... Но можно много чего положить. Да, в нем можно много чего положить. Именно в таких транспортных мешках мы носим все свое снаряжение по пещере, потому что мы же... Очень вопрос на почтовые. Уходим в пещеру иногда на несколько дней, мы носим туда палатки, спальники, еду. Вот недавно мы вернулись из экспедиции в Среднюю Азию, мы прожили в пещере около двух недель, то есть две недели. В пещере? Подождите, это не на входе? Нет, нет, нет. Мы уходим, да, пещеры бывают очень большие, по несколько километров, по десятки километров, и мы уходим в пещеру, живем в ней и ищем продолжение. Хотим соединить две пещеры. Во всех ли пещерах холодно? На Урале да. На Урале... То есть нужно обязательно тепло одеваться? Да, нужно тепло одеваться, защищаться, потому что влага и холод – это два фактора, которые вот как раз влияют на очень многое на... Насчет живности бы очень хотелось спросить. Кто там живет в пещерах? Ну, часто ли вы кого-то встречаете? Конечно, постоянно встречаются мыши летучие. А так, на самом деле, в теплых пещерах... Неролюбивые животные прямо хотелось услышать сейчас. Вообще, они не кусаются и не нападают на человека, поверьте, боятся вас больше, чем вы их. Хоть они и страшные мышки просто. Они милые мышки, да, спят себе зимой. Нас много смотрят еще и дети. Вот сейчас это будет последний вопрос мой и просьба. Продиктуете правила, если вот дети встретили какую-то небольшую пещеру, правило посещения этой пещеры, кроме первого – не заходи. Вот если все-таки зашли, то что? Ну, мне кажется, все-таки пещера – это достаточно опасная среда, поэтому если вы не имеете представления, как ходить по пещере, то лучше туда, в общем-то, действительно и не лезть, потому что можно не вылезти. Вот. Ну, хотя бы каску. То есть, если у вас есть каска в рюкзачке, вы можете... Подводим итоги. Дети, не заходите. Просто не заходите. Не надо. Носить с собой каску довольно-то драматично. Мы очень много раз проверяли, как ходить в пещере без каски. Это вот прям нет. Нет. Больно. Больно. Да, да, да. Очень жалко голову. Спасибо вам огромное, потому что, ну, для непросвещенных людей вы сегодня открыли, вот как для меня, например, целый мир, и стало интересно сходить. А приходите. Да. Приходите, снимем фильм. О, все, действительно, договорились. У нас в гостях была спелеофотограф, член Екатеринбургского клуба спелеологов Лариса Познякова. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...